Доброго всем днища, дорогие друзья! Вы смотрите StopGame.ru и это передача «Разбор полетов». С вами, как всегда, он и я, Василий Гальперов и Максим Солодилов. И сразу скажем, что передача теперь будет выходить раз в месяц, 20-го числа. Мы просто посмотрели на то, что у нас получается, посмотрели на качество, которое выходит, и решили, что лучше вернуться на старую схему. Как-то слишком тяжеловато два раза в месяц проходить плохие игры. А черт побери, игры плохие попадаются. Ну и в честь выхода «Людей Икс Апокалипсис» мы решили взять на разбор игру про Иксменов. Но не какую-то знаменитую и хорошую, а средненькую, у которой метакритик в районе 50, во своем случае на ПК. И речь идет о Икс 2 Вулверинс Ревенж. Игра Вулверинс Ревенж вышла в 2003 году на море платформ. Среди них GameCube, PlayStation 2, Xbox, Windows, Game Boy Advance. Но я играл в версию для ПК, а Васян в какой-то момент переключился на версию для PlayStation 2. О чем он расскажет подробнее? Просто так получилось, что единственную версию, которую для ПК я смог раздобыть, была версия таких известных для олдфагов пиратов под названием «Седьмой Волк» или «Севен Вулк». И качеством она не слишком-то выделялась. Это было и в плане перевода. Классические такие вещи, как Force Field Deactivated, все это русскими буквами написанное. И прочие радости, такие как пропадание звука, пережатые заставки и другие вещи, о которых тоже я чуть попозже скажу. Поэтому я в какой-то момент пересел на PlayStation 2. Но с эмуляцией этой игры были некоторые серьезные проблемы, о которых тоже будет сказано по ходу. Так что мы оба играли в основном на ПК. Сразу скажу, что я в детстве играл в Wolverine's Revenge и даже дошел, как позже выяснилось, до четвертого акта. Что на самом деле охереть какое достижение. Я по-прежнему считаю, что Максу это приснилось, но он утверждает, что так оно и было. В целом у меня не было особых проблем с запуском игры, хотя сложно сейчас найти рабочий образ диска. Когда я запустил игру, я выставил все настройки на максимум. Разрешение, правда, к сожалению, 4 к 3. И никакого широкоформатного решения мы не нашли. Но после того, как я запустил игру, меня немного смутила графика. То есть вроде бы неплохо, но с другой стороны текстуры что-то все какие-то плоские. То есть лицо невыразительное. Кожа какая-то слишком гладкая, неволосатая. Плюс мне не с чем сравнивать, только со своими воспоминаниями. Я думаю, блин, неужели она так выглядела? Как-то очень-очень странно. Я поиграл минутку, вышел из игры, пошел на ютуб. Смотрю, нет, нифига, есть там всякие текстуры, все нормальное. Логан волосатый. Вернулся в игру, скинул настройки до обычных, которые там были по умолчанию. И тогда все текстуры появились. В общем-то максимальная графика у меня почему-то убивала текстуры. Не знаю, с чем это связано, но пришлось играть на средних настройках. У меня же была другая проблема. Дело в том, что помимо пожатых заставок, возникали некоторые другие проблемы с игрой. Такие как выход в меню. Точнее даже не в меню, а просто поставить игру на паузу было уже большой проблемой. Если я нажимал Escape, у меня пауза включалась, открывалась эта игровая менюшка. Но когда я из нее выходил обратно в игру, то есть нажимал продолжить, игра просто вылетала. Игра вылетала постоянно, когда я из подобных меню пытался вновь непосредственно к игровому процессу приступить. И самое противное, что игра вылетала, когда героя убивали и предлагали мне начать уровень заново. Если нажимаешь да, игра вылетает. Приходилось нажимать нет, уходить в самое главное меню игровое, оттуда загружать сохраненку, нажимать продолжить. И тогда только все работало. Собственно после вот этих вот вещей я решил пересесть на PlayStation 2, но там тоже все длилось недолго. Помимо такого вылетания, еще постоянно мышка, когда я пытался играть еще в начале на мышке, подразумевая, что она может понадобиться мне. Она у меня улетала на второй экран, там щелкало и все сворачивалось. Что в нормальных играх вообще-то, ну как-то блокируется. Ну а здесь нет. То есть вот эти все свороты, развороты. При этом в какой-то момент я разверну игру, у меня пропадет звук. В какой-то момент я разверну игру, у меня останется только музыка. И вот прочие такие вещи, поэтому сегодня про сюжет будет говорить Макс. Так как в большей части игры у меня не было звука просто. Я не слышал о чем говорят персонажи, субтитров тоже не было, если что. Поэтому передаю ему слово в этом плане. У меня тоже игра иногда вылетала при попытке продолжить играть из меню. Или там при предложении запустить главу заново. Но в общем-то к сюжету. Он тут чертовски незатейливый. Все начинается с того, что Логана ловят и отправляют в лабораторию Икс. Где там из него и будут делать оружие Икс. Вживлять в него этот адамантиевый скелет. Он в принципе беспонтово сливается. В него выстреливают транквилизатором и он засыпает. И эту заставку показывают до главного меню. То есть есть в принципе довольно большой шанс, что вы ее тупо проскипаете. Потому что до нее там куча всяких логотипов. Там Марвел, Грей Мэттер, там Бинг Видео, еще что-то. Так что тупо хочется проскипать. Поэтому я посмотрел эту заставку уже после прохождения всей игры. А игра начинается уже непосредственно в самой лаборатории Икс. Где какой-то ученый называет Логана животным. А тот такой, я не животное. И начинает всех кромсать. Что примечательно, Росомаху озвучивает Марк Хэмилл. Заслуженный Джокер, скажем так. Озвучательской индустрии. Ну и Люк Скайуокер Звездных Войн. Озвучен Логан хорошо. Прям вот сурово так. Наверное даже больше в духе комиксов. Несмотря на то, что на обложке игры Хью Джекман нарисован. Игровое воплощение героя, оно все-таки более комиксовое. И озвучен он как в мультиках, наверное. Суровый, но с чувством юмора. Ну а я уже, наверное, сразу прыгну к геймплею. Потому как я скорее про него буду говорить, нежели про сюжет. В общем, Росомаха это такой, в принципе, стандартненький битэмап. У нас есть, наверное, всего два удара. Это удар рукой и удар ногой. Причем удар рукой может идет как с высунутыми, так и засунутыми когтями. И вот этим вот небольшим арсеналом нам придется расправляться с врагами. Там, конечно, есть еще кое-какие добивания, но об этом я скажу опять-таки чутка позже. Поначалу все шло вроде бы как даже неплохо. Нормально раскидываешь противников, которые почти там блок никогда не ставят. Ты все время их пробиваешь, очень быстро уничтожаешь. Причем, если тебя побили, можно задвинуть когти назад. И тогда у героя начнет регенерироваться жизнь. Непонятно, почему с выпущенными когтями они не могут регенерироваться. Но вот, видимо, такие ограничения. Потому что он истекает кровью, когда они из него высовываются. Тогда бы они должны уменьшаться, по идее, жизни. Нет, а не просто не регенерировать. Решили все-таки не усложнять. И ты, наверное, понимаешь, почему решили не усложнять. Что ты говоришь? Решили не усложнять? Поймите, что управление на клавиатуре, ну, дерьмовенькое. То есть, чтобы вы понимали, крутить камеры приходится на стрелке влево-право-вверх-вниз. То есть, в SD ты ходишь, влево-право-вверх-вниз крутишь камеру. Мышкой особо себе не поможешь. Хотя на ней тоже там дублируются некоторые элементы управления. Да, но драться-то надо на нампаде. Я не знаю, как драться надо на нампаде. Потому что я посмотрел на это все и такой, нет, ребят, я подключаю геймпак. И я подключил геймпак. Правда, у него тоже есть свои некоторые проблемы. А именно то, что не работают левые и правые триггеры. Поэтому у меня отсутствовало вообще любое управление камерой. Потому как правый стик не крутил камеру вообще никак. Хотя должен был, по идее. А кнопка отцентровать камеру за персонажем была мною неназначна. Потому что все кнопки, которые распознавала игра, были забиндены на более важные геймплейные вещи. Поэтому пришлось как-то выкручиваться. Иногда смотреть там, как герой бежит на камеру или вбок непонятно куда. Но что поделать. Зато получилось сразу нормально драться. Я даже какие-то камбухи начал проворачивать, как только геймпад подключил. Я же играл на клавиатуре. Управление мне очень сильно напомнило Spider-Man The Movie. А я, в принципе, там приноровился и драться, и летать. А тут надо, по сути, только биться когтями. Потому что Логан летать не умеет. И в целом, ну вот неудобно только вращать камерой. Потому что там что-то большим пальцем немножко подкрутить люто неудобно. Так что я пользовался центровкой камеры. Она как бы на пятерочку вполне удобна. Рядом с ударом руками и ногами. Но я далеко не сразу нашел кнопку добиваний. Но я сделал это раньше, чем Васян. Просто потому что я помнил, что там есть довольно красивые такие добивания. Но первый раз, когда вам предлагают их сделать, написано там, нажмите кнопку добиваний. Но не прописано, что это за кнопка. И из меню в игре уже непосредственно нельзя посмотреть кнопки и переназначить их. Это все делается только в главном меню. В итоге я как дебил сидел за чуваком и пытался что-то там с ним сделать. Причем рисуется там голограмма такая, что ты с ним сделаешь. Как ты полетишь там, как ты его ударишь. А я сижу как дурак и не могу кнопку подобрать. В итоге пришлось их раскидать. Но довольно быстро я эту кнопку отыскал. Я же искал ее несколько дольше и скажу потом почему. Но наверное стоит пройти чуть дальше по игре. Мы вот бегаем по этому комплексу, где нас держали. И в какой-то момент я забежал в комнату, где находился усыпляющий газ. По крайней мере субтитры мне так написали. Точнее даже не сказать, что субтитры мне так написали. Я сумел расшифровать то, что мне субтитры написали скорее как усыпляющий газ. Хотя у меня такое ощущение, что он скорее ядовитый был, нежели усыпляющий. Потому что жизни начали отниматься. Удивительно правда, что когда убиваешь всех врагов, он почему-то пропадает. Казалось бы логично было бы добить им Логана. Но видимо не захотели особо. И вот тут я немножко понял, что игра теряет свою динамику. Из-за вот этого вот регенерирующего аспекта. Дело в том, что противники хоть бьют средненько. Но все-таки отнимают какое-то количество жизней. Их довольно много. Особенно много стреляющих, которые пока до них добежишь, безрядно тебе попортят всю малину. Поэтому довольно часто после очередной стычки я стоял где-нибудь за углом, с засунутыми когтями и регенерировал. Аналогично. Я не скажу, что это увлекательно. Точнее это вообще не увлекательно. И казалось бы, надо от такого избавляться. То есть, окей, у вас не генерируется жизни во время битвы. Отлично, замечательно. Каждая битва, отдельное поле боя. Но после нее зарегенерируйте вы их быстренько, пожалуйста. Между битвами-то можно же их восстановить, чтобы игроку не приходилось останавливаться по полторы минуты и ждать, пока вся полосочка заполнится. Можно, конечно, это пополнять при помощи лечилок в жизни. Но лечилок после какого-то момента, знаешь, после, по-моему, первых двух уровней, я вообще не видел лечилок в глаза. Они просто пропадают как таковые из игры. Ну да, их совсем мало. Также нам презентуют местные стелс. И вообще, игра на самом деле делает очень большой упор на него, потому что с ним она в разы легче. И нам везде прям советуют, будьте тише. Но стелс довольно кривенький. Особенно с учетом того, что ты толком не можешь ворочать камеру. Ну, в самом случае, неудобно это делать на клавиатуре. Как только тебя замечают, поднимается тревога. И ты ее уже не отключишь, в принципе, до конца этого уровня. Уровни здесь довольно большие. И самое ужасное, на них нет чекпоинтов. Тебе приходится проходить главу целиком. Если ты умираешь, то вся вот эта глава, она идет заново. И есть они здесь чертовски большие. Но поначалу вроде бы ничего сложного. То есть, ну да, ты умираешь, ты переигрываешь. Но отдельные отрывки, там, минуты по 3-4 ты доходишь до того же самого места, уже зная, куда идти, зная, сколько врагов будет. Там еще в какой-то момент забавная немного ситуация случилась. Потому что чувак активизировал какие-то лазерные, заградительные, я не знаю, турельки. Штуки, которые с лазером крутятся, и их надо проходить. Я не сразу понял, что лазер виден только, когда активировано зрение Логана особое. Он тогда может там чуять, типа, врагов. И смотреть, как вертится лазер. Поэтому первое, что я сделал, я их как-то пропрыгал, ни разу не попавшись. А когда подошел к стойке с чуваком, который их включил, он каким-то образом оказался уже мертв. То ли он сам выскочил на эти лазеры, то ли еще что-то. В общем, я далеко не сразу понял, как эти штуки функционируют. Да, но это особое зрение ты должен был использовать сначала на минном поле. Там я умудрился несколько раз умереть, даже с этим зрением. Потому что мины появлялись как-то довольно резко, если ты идешь. И она может чуть ли не прямо под ногами возникнуть. Ну я несколько раз подрывался так, хотя вроде в зрении шел специально. Понимал, что делал, но не сработало. Я к тому, что я уже здесь умудрялся начинать уровень заново. Но, по-моему, всего раза два. А в следующий раз я также запоролся уже на битве с боссом. Мы должны драться с Саблезубым. Его там еще надо довольно геморройно в стены сначала кидать, а потом башкой о какую-то канистру. Или даже бак, который в итоге взрывается и по сути убивает этого Саблезубого. Ну как убивает? Вырубает. Не без геморроя, в общем-то, его валил. Валил, но вроде убил, и все нормально, говорят, возвращайся там к ученому, который откроет тебе дверь. А мы до этого поднимались на лифте, на такой платформе. А я как-то упал вниз, вызываю этот лифт и стою вроде бы рядом с кнопкой. Короче, и этот лифт умудрился меня придавить. И это все сразу ваншот. И меня бросило как бы не на чекпоинт какой-то после битвы с боссом, меня бросило опять на босса. Его пришлось валить во второй раз. А он как бы не шибко удобный, именно в плане управления. Я еще до босса могу рассказать несколько интересных моментов. Во-первых, там появляются такие мутировавшие твари, которые могут делать такую комбуху, что из нее очень сложно выбраться. Из-за чего я несколько раз помирал, пока понял, как правильно им противостоять, что блок это отступать назад, что не сразу становится понятно. Потом в какой-то момент нужно спасти профессора, как раз которого ты рассказывал. Пару раз я его сам зарезал случайно, пока убивал твари, которые на него нападают. Дальше я тоже дошел до саблезуба. Быстренько, довольно ему снял жизнь и так, что у него там осталось совсем чуть-чуть. Но он начинает регенерировать, и даже если ты ему оставляешь просто ноль, вот как бы визуально полоска пуста. Особенно если там у тебя ярость активируется, которая накапливается от твоих ударов, или когда враги по тебе бьют. Там заполняется определенная шкала, и Логан впадает в ярость, и кромсает там всех налево и направо. Особенно если с яростью, ты можешь ему прям до нуля сбавить жизни, но он не умирает. Его надо действительно как-то по-особому убивать. Но я не понимал как. Прыгал-прыгал вокруг него какое-то время. Он как бы меня убить не может, но и я ему ничего толком сделать не могу. Пошел смотреть на YouTube. Оказывается, надо как-то его схватить сзади и направить, да, вот в какую-то цистерну, как правильно сказал Макс. Я такой, ну а как схватить сзади? Нету кнопки захвата. Думаю, ну окей, надо прыгать, короче, через него, и каким-то образом там какие-то камбухи выполнять. Я, значит, попробовал все там, типа назад удар, вперед там пинок, там влево удар, пинок удар одновременно, там все подряд. Ничего не работало. Я не понимал, как вообще сделать этот захват. Нигде никакого управления написано. Везде как камбухи написано только про расположение врагов. То есть как бы комбо происходит только если враги стоят в определенной последовательности. Об этом чуть дальше тоже скажу, потому что эти вещи взаимосвязаны. Я полез рыться на геймфак, чтобы узнать даже не как убить босса, а как сделать захват вообще. И я узнал, что делать захват, там на геймфаксе уже, на кнопку действия. То есть на ту кнопку, на которую ты активируешь панели, открываешь двери. Вот это вот все, знаете, ну словно буква Е для вас, для всех. Только дело в том, что по стандарту управления, после того, как я подключил геймпад, кнопка взаимодействия с дверями, панелями у меня оказалась селект. То есть я должен каким-то образом перепрыгнуть, нажав X, оттягивая при этом левый стик назад, чтобы перепрыгнуть противника, и чем-то успевая развернуться, дотянуться до селекта. Я даже сумел убить боссов с таким управлением, не знаю как, но сумел. И вот тут я понял, что оказывается есть третья кнопка, скажем так, действия, которая позволяет что-то делать в драках. Это кнопка добивания, та самая, которая и двери еще попутно активирует. И как раз, когда враги располагаются в определенной последовательности вокруг тебя, ты можешь задействовать эту кнопку, и Логан выполнит добивание, про которое Макс говорил. С одной стороны, это здорово, потому что, ну как бы тебе не надо запоминать сложные комбинации, как в слэшерах, да, у тебя все активируется на одну кнопку. С другой стороны, минус, что ты не можешь контролировать, какое добивание ты сделаешь, потому как все зависит от того, как враги встанут, а не так, как ты решил. С третьей стороны, разницы нету, потому что все эти добивания наносят одинаковый урон, причем урон, если честно, довольно мизерный. То есть, чтобы убить врага добиванием, даже не добиванием, комбука, потому что добивание, оно подразумевает добитие врага окончательно. Чтобы убить противника, надо либо ему жизнь не до конца практически отнять, и тогда он будет в расслабоне стоять, ты можешь провести это добивание. Либо, когда враги вокруг тебя как-то скучкуются определенным образом. Но это отнимает у них, ну не знаю, четверть жизни. То есть, надо четыре раза применить такую комбуку, чтобы, возможно, кого-то добить. Поэтому этой штукой я пользовался только, ну так, знаешь, в эстетических чувствах, нежели для какой-то определенной тактики. Ну, выглядят они действительно довольно эффектно, хотя и толку от них не так много. А проблема еще с этими киданиями, с этим саблезубом, мало того, что надо зайти к нему за спину, что превращает битву вообще в некие танцы вокруг врага. То есть, это какой-то Dark Souls, да, с попыткой бэкстеп нанести. Но, в целом, у меня практически никогда не получалось направить Логана во время вот этого броска, или как его назвать. То есть, нет, бросок это отдельный удар. Можно бросить саблезуба. У меня один раз получилось, и я не совсем понял, как. По идее, надо было зажать кнопку удара руками, и тогда он поднимает саблезубу, и ты можешь реально подбежать и бросить его куда угодно, и это вроде тоже работает. А если ты его хочешь как бы разбежаться и запиндюрить прямо вот в эту цистерну, то у меня очень редко получалось вот как-то скорректировать линию бега. Он возьмет его и швыряет куда хочет. Очень сложно направить. И как бы два раза вот это мне пришлось сделать. В общем-то, уже начало немножко припекать. Кстати, перед миссией саблезубом, когда ты заканчиваешь этап сопровождения ученого, мне почему-то на экране написали надпись «Двойной крест», чтобы это не значило на самом деле. Там написано «дабл крост», это тебя подставили. А мне написали «Двойной крест». Потрясающе. Но после вот того, как я с такими проблемами убился саблезуба, учитывая, что игра у меня еще там вылетает постоянно, и я решил как раз переключиться на PlayStation 2 версию. Проблема возникла с эмуляцией, потому как игра работала только в софтварном режиме, то есть в дефолтном разрешении для PlayStation 2, но в целом выглядело нормально, и даже фпсы были более-менее человеческими. Проблема, правда, возникла вот на втором уровне, когда появились монстры-мутанты. Дело в том, что на ПК я место, где надо защищать ученого, прошел и раз со второго. Почти сразу понял, как убивать этих чуваков, какая против них тактика должна быть. На эмуляторе плойки я реально 10 раз пытался перепройти это место. Да, там есть квиксейвы в эмуляторе, но это нихрена не помогло мне пройти это место. Я там пару раз зарезал этого ученого, несколько раз меня просто запинывали. Один раз я всех убил, но на последнем ударе я свалился там вниз и не смог вызвать лифт назад. А я смог, но он меня убил. А я вроде даже не смог, не получалось вообще никаким образом. И в какой-то момент я понял, что не, я лучше уж на ПК, где это что-то попроще. Возможно при эмуляции там возникают какие-то проблемы с производительностью и тем самым там тайминги ударов страдают. Не знаю, но как бы вывод у меня был такой, что на ПК это ну попроще значительно все происходит. Тем не менее, мы значит пошли дальше и расскажи нам, каким образом мы попадаем в зиму. В конце, когда мы нагоняем главного ученого этой базы, он говорит, что в нас вселили какой-то вирус под названием Шива, который нас в конечном итоге должен убить, несмотря на нашу способность к регенерации. Но если обычный человек может прожить с этим вирусом год, то вот в случае с Логаном неизвестно. Далее кадр меняется уже на сцену, видимо, в доме профессора Х, где-то мы в лаборатории со зверем, который говорит, что вирус убьет нас через два дня. И Логан такой, как через два дня, у меня же днюха! И чтобы найти противоядие, мы возвращаемся назад в этот комплекс Х. И мы летим туда на самолете, который подбивают, и мы уже оказываемся в зимней локации. И здесь начинается стелс. У Логана уменьшается способность к регенерации, он регенерирует очень медленно, а враги начинают его искать повсюду. И необходимо как-то прокрадываться. Но в целом проблем это не вызвало, я практически сразу сумел найти правильный путь, пройти через какие-то заброшенные блокпосты и дошел до моста, на котором стоял какой-то зил, и чувак его пытался вытолкнуть. А мост полуразрушенный, он пытался вытолкнуть его, можно сказать, от ската в пропасть. Но как бы на меня он внимания не обратил, я перепрыгнул на ту сторону, а на него еще камера так специально сделала акцент, типа вот смотри, чувак стоит и вытаскивает машину. Я подумал, хм, может стоит попинать эту машину, и тогда она типа его собьет, и он упадет. Вот камера же мне просто так не покажет ничего. Я попинал машину, ничего не произошло. Я решил подойти к чуваку, и когда ты к нему подходишь, он соскальзывает и зацепляется рукой за край моста. И висит, и появляется таймер 5-секундный. Я так понял, его надо спасти. Ты вообще видел эту сценку? Да, конечно. Я упал с моста, когда пытался его спасти. Я тоже упал с моста, когда пытался его спасти. Я такой подбежал, думаю, ну нолик наверняка надо нажимать, ну то есть селект. Но я уже потом селект сменил на нолик, как бы по-человечески все сделал. Я подбежал к нему, но оступился и упал. И такой, ну ладно, попробуем как-нибудь по-другому. Второй раз до этого места добежал, подошел к этому мосту, опять чувак начал падать, зацепился. Я подошел к нему уже аккуратно, но никакая кнопка взаимодействия не сработала, он упал и как бы ничего. Я такой, зачем это вообще было? Я на самом деле и второй раз упал при попытке его спасти. А чтобы вы понимали, проходить надо всю локацию заново, то есть это открушение самолета, где там сначала нужно трех чуваков перерезать в стелсе. Не нужно. Ну как не нужно? Я никого не убивал. Ну хорошо, можно никого не убивать, но суть в том, что там на пути, грубо говоря, есть три врага, которых нужно либо убить, либо обойти. Потом там чуть-чуть от вертолета побегать. И, в общем-то, далеко довольно этот чувак. Я два раза упал, третий раз он у меня тоже сорвался, но если мне не изменяет память, ты можешь его реально спасти, ты его закидываешь, по-моему, в машину, и тебе за это дают жизни. То есть у тебя восстановится где-то 50% здоровья. Вторые 50% можно найти в вышке одной. Там тоже есть эта колбочка со здоровьем. Чтобы тебе было попроще пройти бойцов, которые выйдут, когда ты откроешь главные ворота. Тут даже дело не в том, чтобы попроще пройти. Тебе, в принципе, нужны жизни, чтобы электрогенератор запустить, потому как ты должен когти воткнуть в электричество, а тебя начинают бить этим самым электричеством, и необходимо иметь какой-то запас жизней. Но да, тем не менее, открываются ворота, выходят люди, тебе приходится их как-то обойти, там полуубить, опять-таки от вертолета убежать. Но ты забегаешь внутрь бункера, ворота закрываются, все, забыли про тех чуваков. Теперь надо на лифте спуститься вниз, в шахты. Я, значит, сразу там подошел в рубку управления, активировал лифт, и внезапно куча чуваков вбегает в это помещение. Но пока бить тебя не начинают, потому что ты на уровень выше стоишь. И я такой подумал, что-то у меня жизни мало, неохота регенерировать. Надо пробежать в лифт, да? Надо пробежать в лифт, конечно. Ну, блин, первая идея, которая у меня возникла. Аналогично. Расскажи, что случается, если пробежать в лифт? Если ты пытаешься пройти в лифт, то туда сразу забегает какой-то спецназовец, расстреливает пульт управления, там эти кнопки, и все, лифт ломается, и как бы миссия провалена. Все, начинай заново. Начинай заново с крушения самолета. Опять нужно идти там, открывать эти двери, опять всех проходить. Сказать, что меня в этот момент игра выбесила, это нихрена не сказать. Потому что никаких чекпоинтов, ничего нет, все заново. И причем этот, ну, как бы скрипт, которого ты не мог ожидать. Потому что я был первым на вход в лифт. Я просто у двери стоял, пока она открывалась. Никого рядом не было. Но каким-то образом чувак выбегает вперед тебя и уничтожает панель. Ты не мог это предугадать? Никак. Ну, то есть, видишь, у нас опять одинаковое желание, потому что, ну, слишком много бойцов забегает. С ними драться как-то стремно. Но в итоге действительно приходится всех их убивать, иначе лифт они ломают. Ну и вот, я не знаю, с четвертой или пятой уже попытки я прошел этот уровень, потому что с моста я падал несколько раз. Причем самое забавное, в одной из попыток у меня сорвался этот чувак. Там еще прям такая, как это, заставочка есть, что он срывается. Но я при попытке его спасти, в общем-то, прыгнул за ним. Так что геморройный уровень, но мы его прошли. А следующий уровень, это просто задница. Потому как это обязательный стелс. Сам уровень мизерный. Он состоит из двух средненьких комнат. Причем в одной никого, а во второй все враги. И тебе надо просто из одного конца комнаты попасть в другой, так, чтобы тебя никто не заметил. Иначе там они тут же поднимают тревогу и закрываются ворота дальше. Что мешает их открыть, не знаю. Но тебе сразу говорят, миссия провалена, начиная уровень заново. Пока я, блин, понял, в каком порядке чуваков надо выбивать. Причем там еще очень неудобно с этим стелсом, что ты должен прижиматься к стенкам, доходить медленно до противников и в определенном порядке их убивать. Потому что один раз я не активировал отвлекающий маневр с дверями и сперва убил чувака внизу вышки и активировал только потом отвлекающий маневр, враги стали в такую позу, что ты не можешь их обойти. Тебе надо обязательно убить чувака на вышке, после этого активировать отвлекание дверью, тогда чуваки встанут в нормальную позу и ты сможешь пройти дальше. Иначе они лицом все стоят к тебе. Это если ты убьешь двух внизу сначала? Да. А у меня не получилось их убить. А у меня получилось. Поэтому я сначала вынес того на вышки, активировал этот отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр это просто запуск каких-то буровых установок, условно говоря. Непонятно, чем они там их сильно отвлекают. Никто не идет исследовать, например, кнопку, да, на которую ты нажал. Все встают просто в удобную для убийства позу. Но вот именно обязательный стелс, он, конечно, выбесил в этом моменте, потому что камеры крутить неудобно. Нельзя! Ну, у меня можно на стрелочке, но люто неудобно. И первый чувак меня запалил вообще нелепо, потому что он стоял за углом, я его тупо не заметил, я смотрел на другого, прижался к стенке, такой, все типа клево, сейчас я к нему пойду, а меня спалил чувак, который реально стоял, блин, в трех метрах от меня и просто на меня глазел. То есть, поймите правильно, не то, чтобы тут прям сложный стелс был, если ты знаешь, в ком порядке действует, все хорошо, но проблема в том, что иногда из-за кривости управления как-то там случайно высунешься из-за угла, не прижмется логан к стенке, в неправильном порядке убьешь врагов и все, начинай заново. Уровень, блин, коробка 10 на 10 метров, я его проходил полчаса, реально полчаса, потому что то-то случится, то это случится, то там чуваки не так встанут, то еще какое-нибудь дерьмо произойдет. Это выбесил просто невероятно этот стелс. И вот игра начинает меня уже вот в этот момент подбешивать, если честно, потому что, ну, она слишком криво управляется и слишком при этом тебя наказывает за любой просчет. Меня она бесить начала еще на прошлой главе, потому что мне пришлось вот несколько раз перепроходить, а она довольно длинная уже. Но дальше мы отправляемся в шахты и напарываемся на Вендиго, какую-то огромную гориллоподобную хрень, которую нужно накормить. Погоди, перед тем, как ее накормить, есть еще небольшой уровень в шахтах. У тебя там что-то случилось? У меня там что-то случилось, потому что там стоят чуваки в таком проходе с заминированными сторонами, скажем так, ну, то есть на стенках прохода стоят мины. И сперва я к ним тупо побежал, и они взорвались. Точнее, они начали стрелять по минам, и меня убило взрывом. Поймите, что у меня нету звука, поэтому я не знал, что до этого тебя профессор Ксавьер как бы информирует, что не надо к ним прямо бежать. Потом пошел второй раз, и я понял, что надо вырубить свет. Там висит выключатель, по которому надо ударить когтями, он сломается, да, Макс? Да. Свет вырубается. Ну, что-то похожее. Ну, условно, да? Я так скажу, у тебя что-то хотя бы происходит. Я не понял, что что-то произошло, на самом деле, потому что у меня тоже эти бойцы прострелили все стены, был взрыв, но он меня не убил. У меня осталась там писечка. Я отбежал за угол, спрятал когти и ждал, пока все восстановится. В итоге мне пришлось действовать так же, потому что я посмотрел на Ютьюбе, ты убиваешь этот выключатель, вырубается свет, чуваки не стреляют по тебе. Но я ударил по этому выключатель, вообще ничего не произошло, просто ноль. Я подумал, может, второй где-то есть, но нет, второго нету. Я решил прямо пойти, чтобы меня там убили и начать уровень заново, но внезапно взрыв вот тоже оставил мне писечку жизни, из которой я убежал за угол, порегенерировал там и прошел. У меня просто после отрубания света они все равно, походу, остались агрессивными, так что пришлось их мочить уже напрямую. Не получилось как-то хитро их обойти. В общем-то, брутфорсом взял. Ну а дальше Виндиго, которого нужно накормить. Чтобы накормить Виндиго, нужно добить врага до уровня минимальных жизней, после чего с спрятанными когтями еще раз его ударит, тогда Логан его берет себе на плечо, и надо подойти и бросить этого противника к Виндиго. Проблема в том, что не всегда получается схватить противника. То Логан его сразу добьет, то Ярость активируется, например. А Ярость активируется, когти выпускаются, ты не можешь их задвинуть, пока Ярость не закончится. И убиваешь ты противников очень быстро. В общем, пришлось, не знаю, пачки три врагов каким-то образом поубивать, только тогда у меня получилось хотя бы одного схватить. А так надо сделать три раза, причем последний раз по какой-то винтовой лестнице там надо, блин, бежать. И противники начинают там сыпаться иногда просто сверху, в любом почти месте. Я в итоге за врагом побежал в самое начало, думая, что они только оттуда вылазят. И какое было мое удивление, когда я взял чувака на плечо, иду такой в сторону Виндиго, а мне навстречу пять человек. Я такой, еп, быстро мимо них, короче, проскочил как-то, чтобы они меня не задели, и бросил этого бедолагу к монстру. Не, у меня на удивление здесь все прошло довольно гладко, как только я понял, как можно поднимать людей и бросать их. А дальше битва с этим самим Виндиго уже на такой круглой платформе, с которой, блин, зараза, я столько раз упал, что это просто писец, а внизу там пики точеные. И вот на этих пиках я побывал, ну, просто, я не знаю, раз 20. Я вот сейчас посмотрю, сколько у меня футаж идет, чисто из любопытства. В общем-то, 25 минут я скакал на этих пиках. Объясняю. Виндиго, он когда злится, он начинает на тебя бежать, и если его удар до тебя все-таки долетает, то ты отлетаешь, ну, просто писец, как далеко. И обычно я слетал с этой платформы. А тебе нужно Виндиго побить немножко, схватить за хвост, раскрутить и бросить, опять же, на эти самые пики. Ну, или можно на платформу, но последний удар, последний бросок, он обязательно должен быть на пике, иначе ты не добьешь Виндиго. И, зараза, столько раз я улетал просто с края, потому что нажимал вперед и кнопку действия, а это такой удар тогда, типа, вихревой. И Логан, он просто крутится и летит вперед. В общем-то, я на краю столько раз Виндиго пытался схватить за хвост, постоянно падал. Либо он меня скидывал, либо я сам падал из-за этого удара. Либо еще какая-нибудь хрень. Короче, пипец, 25 минут на этих сраных пиках. Это просто жесть, как меня выбесило. Ну, прям вот невероятно. Хотя босс, по сути, это довольно простой. Его надо всего четыре раза бросить. Да, но проблема в том, что бросить его надо именно на пике. А если ты его бросаешь на платформу, то у него, во-первых, отнимается меньше жизни, и во-вторых, финальным ударом должно быть именно бросание на пике. И вот ты бы знал, сколько раз я добивал его до вот этого нуля жизни, и сколько раз мне пришлось его бросать из стороны в сторону, чтобы он наконец-то упал на пике. Аналогично. 25 минут на это потратил. При этом, самое забавное, что в начале битвы его получается три раза подряд бросить на пике. А когда ноль у него в жизни надо именно на пике бросить, ты 20 раз подряд можешь его бросить на платформу. Причем, я тоже там падал постоянно вниз. Ну, ладно, не постоянно, меньше, наверное, все-таки, чем ты, Макс. Но там иногда были такие смешные моменты. Во-первых, один раз он меня ударил, но я сумел, видно прямо на футаже, не знаю, я найду его сейчас или нет, как я в итоге падаю все-таки на платформу. Я как-то умудряюсь там себя на платформу затащить, но мне все равно засчитывают падение вниз. Один раз я раскрутил Виндига и после раскручивания сам упал. Или он так начал скользить, Виндига, что сам свалился с платформы, при этом упал и он, и я. Правда, у него не отнялось жизни в итоге вообще, потому что не я его раскрутил, а он сам упал. А я умер сразу. У меня еще была проблема сначала, я не понимал, как снять цель с Виндига, потому что, когда ты на него залочен, ты очень медленно передвигаешься, от него хрен убежишь. Но с этим я как-то разобрался, но в одной из падений что-то у меня немножко подлагнуло и в правом нижнем углу там есть мордочка этого Виндига, да, с его жизнями. Волосатая такая. В общем-то, в какой-то момент у меня оно так залагало, что из этой волосатой вот херни вылезло лицо. Причем лицо, знаешь, какого-то Лазаревича из Uncharted 2. Не знаю, что это такое, но было очень забавно. И в этот момент я еще не сильно бомбил, так что я даже посмеялся. Вот так вот, взгодами-невзгодами мы убиваем этого Виндига и таки добираемся до той самой лаборатории, в которой нас пытали. И вот это на самом деле переломный момент игры. Забудьте все, что было раньше. Вот все наши бомбления, все вот это вот, то, что мы говорили. Потому как дальше начинается уровень, который длится приблизительно минут 15, наверное, даже 20. То есть ты попадаешь на эту базу. Сперва в стелсе ты должен вырубить какие-то генераторы, чтобы суметь пройти на склад. На складе ты должен вырубить несколько человек и пройти между лазеров, чтобы найти какой-то взламыватель-дешифратор, чтобы открыть какую-то дверь. Когда ты заходишь через нее в следующее помещение базы, там надо убить несколько человек, пробраться в казарму, где на тебя одновременно нападают 6 или 7 человек, убить их, достать код, открыть дверь, пройти по минному полю стрельбищу, когда в этот момент по тебе стреляют противники, убить этих противников, понять, что на стрельбищу прибежали еще 2 чувака, и ты должен сперва пройти мины под шквальным огнем, чтобы убить этих чуваков и каким-то образом выжить. После чего ты заходишь в соседнее помещение и садишься за турель, которой инвертировано управление вверх и вниз, и надо убивать врагов и вырубать электрощиток, чтобы открылись двери. При этом у тебя жизни отнимаются, и ты не можешь их восстановить, и когда тебя на этом месте убивают, ты понимаешь, что надо все проходить заново, ты просто ненавидишь всех в этом мире. И поймите, что это не конец уровня, после этого ты должен пройти еще по нескольким помещениям, где порядка 10 там стреляющих врагов, когда ты выходишь из этого помещения, появляется вертолет, который по тебе начинает стрелять, тебе показывают с камеры с вертолета, и ты должен убивать еще определенное количество врагов и убегать от ракет, которые выстреливают в вертолет, и каким-то образом понять, куда тебе нужно нахрен идти. И только тогда заканчивается первая глава третьего акта. Короче, я дошел до турельки с инвертированным управлением. Я реально смог с попытки пятой осилить это все. Длилось-то час, реально час, наверное, пока я дошел до турельки. Но понимаете, вот на этом я решил для себя все. Ребят, вот инвертированное управление на турели, все, это вот конец. Дальше я не буду. Прям серьезно, дальше я не буду. Я решил включить читы. В игре есть читы, их можно активировать в главном меню. Читы на выбор уровня и на бессмертие. Я решил включить читы. Я ввел все нужный пароль и загрузил этот уровень заново. Решил включить бессмертие. Но проблема в том, что бессмертие включается через паузу. А как вы помните, я не могу выйти из паузы, потому что игра вылетает. Я не смог включить бессмертие. Мне пришлось качать тренер на бессмертие, потому как внутриигровое не работало. И чтобы вы понимали всю ситуацию и не называли меня тут, не знаю, рукожопом, нубом, казуалом, Соло тоже включил в этом месте читы. Конечно, включил. Это просто песец. Я не дошел до турели совсем чуть-чуть, она же сразу после минного поля. А я подорвался на минном поле. Я один раз подорвался на минном поле, потом еще раз прошел. Нет, я не стал. Но, что я хочу сказать, уровень намного проще, если ты стелсишь. Прям намного проще. В казарме просыпается, по-моему, только один чувак из шести или семи. Его можно на улицу выманить и там его загасить. И не надо драться со всей этой толпой. Спокойно заходишь, берешь карточку и идешь дальше. И в начале там, когда ты заходишь за этим дешифратором, тоже, если там все по стелсу сделать, никто не приходит. А если все вообще эти системы активировать, то там прибегает прям три бойца, они тебя будут ждать на выходе. И вот таких вот мест их много. То есть игра, она прямо призывает тебя быть скрытным. Но это как-то, блин, не по- самаховский. Че такое? Я зверь с когтями. Мне зря, что ли, вживили адамантиевый скелет? Я скажу сразу, Макс, так, я это место проходил как раз-таки по стелсу. Понимаешь? Вот эти вот все дешифраторы там, да, даже казарму, ну, правда, там меня уже замечали по случайности, но я их проходил по стелсу. И основная проблема-то в чем? Ты тратишь на стелс очень много времени. Ты медленно ползешь, ты там кого-то добиваешь, ты там смотришь зрением, вышел кто не вышел, там следишь за кем-то, пока он идет. И это тратит столько времени, чтобы потом подорваться на мини и начинать это все заново. И тебе не хочется тратить столько времени на стелс, особенно в четвертый раз. Безусловно, не хочется. Это очень как бы издевательски, что нет ни сохранений, ни чекпоинтов хотя бы. В общем-то, ситуация довольно сильно напомнила мне Star Wars Bounty Hunter, который мы разбирали где-то полгода назад. Только там было пять континью. То есть, ты тоже очень сильно ограничен. И перепроходить там тоже приходилось очень и очень порядочно, если ты запарывал эти пять попыток. Здесь ситуация несколько другая, но подход прям вот чуть ли не один в один. Я ввел читы на бессмертие, я смог активировать местное бессмертие, то есть, внутриигровое, и с ним игра преобразилась, потому что я стал рвать и метать. Просто раскидывать всех когтями. Чувствуется настоящая росомаха, чувствовалась игра вот от Raven, которая вышла в 2009. Игра, она стала динамичной, ты перестал тратить время на этот беспонтовый стелс, можно щемить вперед. Единственное, я там в одном месте подзавис, потому что опять обязательно нужно было быть аккуратным, это там комната с лазерами. Ну да, черт с ними. Я хочу только еще сказать, что когда появляется потом в конце еще и вертолет, я честно не знал куда бежать. И я остановился погуглить, но поскольку я аж бессмертен, и когда я вернулся в игру через какое-то время, оказалось, что камера, вот она как бы снимала тебе почти с вертолета. И кстати, вертолет очень классно загораживал тебе момент драки, то есть ты должен драться с четырьмя чуваками, тебя снимают камерой как будто с вертолета, но не с вертолета, а чуть выше. И вертолет так очень классно на поле битвы нависает над ним, что ты вообще ни хера не видишь, что происходит. И когда я, значит, вернулся, у меня камера внезапно стала нормальной, вертолет в одном месте завис, висит и по мне не стреляет. Видимо, ему уже стало лень за мной бежать. И я спокойно пошел на следующий уровень, и знаешь, это, по-моему, очень наглая вещь, весь этот уровень это просто бэктрекинг первого акта. Да, вообще, конечно, это свинство, что ты возвращаешься на ту же локу, но здесь это сюжетно немножко обосновано. Ты пришел за противоядием, если тебе яд ввели здесь, то противоядие тоже, наверное, должно быть там. Я же пробежал как-то сам этот вертолет. Ну, из серии сначала я думал, его надо как-то уничтожить, но никаких средств для этого я не нашел, и в итоге бежал, куда глаза глядят, и добежал до нужного места. небольшая кат-сценка, мы в коридоре встречаем четырех спецназовцев местных, но их перестреливает какой-то наемник, такой большой, вроде бы черный мужик. Ну, и там диалог такой, типа, слышь, ты кому подчиняешься, ты меня тоже сейчас хочешь грохнуть или нет? Мужик говорит, мы все кому-то подчиняемся, но твоя очередь умирать еще не пришла, и уходит. В конце нам типа объяснят, что к чему, но это очень нелепо. А на следующем уровне ты попадаешь в какой-то грузовой ангар, где я вначале сумел сделать какую-то невероятную комбуху, при этом взорвать всех на свете. Я тогда решил еще немножко без читов поиграть, но недолго длилась моя радость. А потом, когда ты убиваешь очень много чуваков, заезжает какой-то грузовой зилок, и я заметил, что у него не крутятся колеса. Тоже обратил внимание, но слава богу колеса круглые. Ну да, хотя бы круглые. Ну и в целом, я здесь уже бегал с бессмертием, но смотрел на количество врагов и немножко охеревал, как это все проходить без читов, как я все это делал в детстве. Но было такое, ничего мне не приснилось. Да, потому что потом там реально, вот ты идешь по той же самой лаборатории, что и в целом в первом акте, но врагов просто в разы больше, просто невероятное какое количество, как это делать без читов, крепление, как будто тебе фак просто вот в лицо показывают. Они очень похожи. Я прям видел, как игра мне фак просто показывает вообще всем, что в ней происходит. И мы дальше играли с читами, потому что, ну, ребят, Uncharted вышел, Doom вышел, какой нахер Волверин переигрывать уровни блин сначала. А уровни реально становятся очень длинными с очень большим количеством врагов. Там действительно некоторые даже с читами проходят минут за 10-15. Думаете, прикольно 15 минут перепроходить не самого лучшего экшена в мире? Да нет. Единственный вот геморрой, говорю, был с лазерами, потому что я тут уже привык бежать вперед, а лазеры закрывают дверь, если до тебя дотрагиваются. И там первый он медленно ездит вверх-вниз, второй быстрее, а третий совсем быстро. И писец, как это неудобно, потому что лазеры ты видишь только в особом этом зрении. Но в нем ты передвигаешься со скоростью передвижения в стелсе, то есть медленно. И вот поймать этот момент было пипец как сложно, потому что если лазер тебя запаливает, двери перед тобой закрываются, и нужно бежать в начало коридора. Ладно, хоть не уровень заново проходить. Ну это да, но как меня выбесило это место. А вот у меня на удивление практически со второго раза получилось пройти эти лазеры, и потом там, когда еще ученого берешь, с ним идешь по какому-то ангару, и реально позабавило, как он смешно умирает. А, ну как ты его придавливаешь? Ну да, я как бы, понимаешь, меня это удивило, причем, скорее, удивило не факт того, что его придавило. Я такой, знаешь, смотрю на то, как этот контейнер, я такой говорю, прикольно было бы, если его придавило. И меня удивило то, что я оказался прав, а не то, что это случилось, потому что это было очевидно. Но я не думал, что они на это пойдут. Ну да, меня тоже позабавило вначале такое, защищайте ученого, он нужен, чтобы открыть дверь. Он открывает дверь, такой, все, он со своей задачей справился, можно самому его грохнуть. Дальше мы спускаемся уже непосредственно к какому-то компьютеру в недрах всего этого комплекса, где мы получаем информацию о том, что для получения формулы сыворотки нам нужно в какую-то тюрьму, что очень странно, потому что, по идее, все должно было быть здесь. Но нет, мы выходим наружу, а там нас ждется Близубый. Там еще забавно, Логан как бы получает вот эту вот информацию и активируется газ, и он должен убежать. Но, когда мне показывают ракурс, что он выбегает из этого помещения, какой-то силуэт по-прежнему стоит за консолью. Вот буквально там чуть-чуть он выглядывает, но видно, что кто-то за консолью стоит. Возможно. У меня в целом в игре еще немножко тень глюковатая была. То есть, она была не под персонажем, но иногда там к стене подбегаешь и по стене твоя тень бегает. Это да, очень часто тень по стене бегает. А потом началась вторая битва с Саблезубым, и сволочь, как он меня задолбал хватать. Каждый его удар, он просто подходит, хватает меня, куда-то тащит, и я такой, да господи, дай я тебя просто уже добить. Да, но к счастью, у тебя уже есть бессмертие, и несмотря на все эти броски, ты его сначала валишь когтями, потом он начинает кидаться бочками, ты должен отбивать эти бочки в него. Да, я просто его подходил, бил в огне. Я тоже так делал, но с бочками они как-то быстрее ему отнимают, вроде бы, жизни. А потом он начинает прыгать, и его нужно подловить. И мы переходим к четвертому акту, я так понимаю, мы как раз по вот этой самой тюрьме ходим. Вот он прям весь говно, прям вот от начала и до конца. Одинаковые долбанные коридоры, огромное количество врагов и сраные роботы. Как бы так сказать, там якобы надо по стелсу действовать, но в одно место я уже в этот момент послал стелс, просто всех ходил раскидывал. Уже реальная игра просто вот в печенках сидела, невозможно в ней играть было. Там, правда, действительно есть интересный момент, где надо зайти в холодильник, чтобы немножко поморозиться, чтобы тебя тепловой датчик не заметил. Забавная штука, но не более того. А потом появляются роботы. Я как бы скажу сразу самый плохой момент, который случился с роботом. Ты попадаешь в одно помещение, где стоят три вот этих робота. И тебе, чтобы выбраться, я так понял, надо их убить, потому что двери все закрыты. Чтоб я знал, что не это надо было делать. В общем, я в этом помещении минут 10 был, потому что один робот, ты к нему подходишь, делаешь удар, он делает такую интересную вертушку и тебя откидывает. Вот Солода не откидывал, у него бессмертие внутриигровое было включено, на него не работали вражеские удары в принципе. На меня же все откидывания вот эти вот они работали, поэтому я подхожу, делаю один удар, меня откидывает. После того, как Логан встает, робот в него успевает выстрелить энерго-зарядом и Логана парализует. Надо там стик из стороны в сторону дрыгать, чтобы выйти из этого ошеломления. И вот, чтобы убить первого робота вот таким макаром, мне потребовалось минут 7. Реально просто я уже прям матерился в открытую на это дерьмо. Я с кодами, мать твою, не могу этот момент пройти. У меня трясло руки, мне хотелось геймпад бросить вот реально просто в кого-нибудь в этот момент. Желательно, кто делал вот это вот место. И когда я их всех убиваю, двери не открываются. Я такой, вы чё, вот не дай бог вы мне скажете, что скрипт заглючил, и я, короче, зря их убивал должен заново. А оказывается, сволочь, ключ лежал в каком-то ящике, который можно разбить. Я не знаю, можно ли его было бы разбить до того, как ты убиваешь роботов. Да. Зря ты, Макс, это сказал, потому что я хотел бы, чтобы это оставалось для меня тайной. Я хотел бы верить, что я не зря потратил эти 10 минут своей жизни. Ты зря потратил эти 10 минут своей жизни. Вот до этого места я доходил в детстве без читов, потому что если бы я доходил туда с читами, я бы прошёл всю игру. Но я остановился в этом месте, потому что тогда очень сложно было раздобыть читы, ну, либо я вообще как-то даже не думал в эту сторону. Играл честно, у меня, наверное, было очень много времени и одна игра на всём компьютере. И совершенно не было личной жизни, что как бы правда. Я попытался завалить этих роботов, меня не отбрасывало, но я минуту, наверное, когтями там попытался поковырять одного робота, он не умер, и я решил, что, наверное, их убивать и нельзя, потому что без читов, но он бы меня уже явно грохнул, и надо искать какой-то другой путь. Поэтому я очень быстро начал крушить всё вокруг, нашёл карточку и открыл себе дверь. Прости. Дальше нам необходимо эвакуироваться с этой тюрьмы. И сперва мы должны подраться. Вот скажи, как зовут этого персонажа, который похож на бронированный гондон? Джаггернаут его зовут. Тактика битвы с ним приблизительно похожа на Рина из Спайдермена, которого мы разбирали несколько месяцев назад. Но сделана она просто в разы хуже. Мало того, что ты должен там очень таймингово отпрыгнуть, так при этом, ну, разработчики, видимо, решили, что ты очень легко проходишь игру, раз дошёл до этого места. Поэтому враги ещё попутно тебе гранаты ошеломляющие кидают. И вот опять, никак не получалось сделать спецприём. Причём, он как бы попадает там в электробарьер, его парализует, и ты можешь провести спецприём. Три раза я сделал. Потом я его избил, там оставив ему писечку. И теперь надо завершить всё спецприёмом. И вот ещё пять минут я пытаюсь сделать финальный спецприём. Аналогично, потому что этот газ парализует, ты там пытаешься вырваться из него. А в этот момент ты упускаешь возможность нанести этот самый удар, и приходится опять заманивать Джаггернаута в электрическую хрень, которая его отбрасывает. И да, действительно, я, наверное, минут 15 его валил, несмотря на то, что я был бессмертным. Причём не факт, что он не начнёт там хлопать в ладоши, короче, создавая волну говну, от которой, как бы, тебе только отпрыгивать можно, и то, даже несмотря на то, что я прыгал, она меня задевала. Но мне она ничего не делала, к счастью. Ну, мне как бы было пофиг, конечно, что она меня задевает, но я представляю, как мы бы это без читов проходили, Макс, как бы мы это без читов проходили. Я думаю, очень плохой геймдизайн. Но до битвы, как бы, с Джиггернаутом мы получаем вторую часть формулы к противоядию. Первую мы, вроде бы, забрали у Саблизубова в прошлой драке, но он уже тоже здесь, и он выпускает на свободу нескольких мутантов. Как раз Джиггернаута, Магнита и Омега Ред. Первым вот нам предстоит драться с Джиггернаутом, а позже мы отправляемся за Магнета. Но формулу противоядия, которую мы получили, мы не можем отправить Чарльзу Ксавье по телепатии, потому что тюрьма, она вот изолирована, защищена, и никак не скинуть ему часть формулы. Поэтому мы выбираемся наружу, где нас ждет Джиггернаут, и вот мы с ним месимся. А дальше Ксавье просит нас разобраться с Магниту, потому что тот летит к какой-то там фабрике по производству железа, чтобы снять с себя какой-то ошейник, который ограничивает его возможности. Хотя возможности у него что-то все равно дохера большие, он по своему случаю может летать. И вот этот уровень стал для меня финальным, потому что пока ты там вначале активируешь все рубильники, чтобы пробраться к Магниту, тебе надо еще убивать невидимых каких-то чуваков, против которых когти бесполезны, это отнимает время. Потом ты подходишь к электрогенератору, и наверное его как-то можно отключить, но я так и не понял как. Аналогично. Он у меня в итоге активировался. И когда потом уже идешь останавливать Магнита от того, чтобы он там какой-то ионный шторм не создал и не вырвался, ну сперва я вообще не понял, что надо делать, я просто убил всех врагов и в итоге он активировал шторм и задушил меня, мне пришлось все это место пройти заново. Аналогично. И когда я снова до него дошел, я понял, что надо трупы кидать в него, ну или тела врагов, но Логан никак не хотел хватать противников, то есть он либо ярость активирует и их забьет, либо просто убьет, почему-то не схватив, хотя я когти убирал. И вот когда он меня еще раз подтянул в свой шторм и убил, я решил все нахрен, просто вот в задницу эту игру, просто идет она в сраку. Я Максу написал, что Макс, ты прошел, он сказал, что он прошел, и я сказал, слушай, давай все. Там осталось, короче, последние две битвы, расскажи про них и давай забудем про нее навсегда. Я тоже до шторма доходил два раза, понял, что надо как-то закидывать туда врагов, у меня не получилось их прям вот закидывать, как мы кидали, например, ребят Виндиго. Я просто убивал их рядом с этим вихрем, с мерчем, и они как-то сами в него засасывались. Два-три чувака в него попали, и вихрь разрушился, и мы бежим на сталелитейный завод, где финальная битва с Магнито. До этого, еще, кстати, забавно было, ты катсцены не смотрел, а мы там на мосту разрушенном садимся на мотоцикл и едем за Магнито. И я подумал, блин, круто, вдруг сейчас будет уровень на мотоцикле. Но, к сожалению, его не было. Но после прохождения игры там есть дополнительные ролики, и вот один из них он как раз в момент с этим мотоциклом там Логан встречает Спайдермена. И Спайдермен ему помощь свою предлагает, а тут такой типа не, не надо, дурак, у тебя, блин, скелет железный, нахрен ты идешь один на один с Магнито, бери помощь, паучка, он клевый, он в последнем фильме про Капитана Америку, какой прекрасный персонаж. Че ты, блин, его послал куда-то, дурак? Потому что битва с Магнито это просто какая-то жесть. Он летает по карте, и тебе нужно с платформы на него прыгать в специальном ударе. И несмотря на то, что мне прописывают какой удар там, какой-то джампинг слэш, а я вот, блин, знаю, что это такое. Пока я понял, как делать прыжок когтями вперед, у меня ушло минут 10. До этого я мочил Магнито только в те редкие моменты, когда он подлетал к какому-то магнитному полю, и там заряжался, или черт знает, что он делал. И отнимал ему просто пизичку. Проблема еще в том, что надо же как-то, ну, направиться для этого прыжка, в основном случае поначалу, я так думал. Поэтому приходилось центровать камеру, а надо быстро, потому что он эти платформы меняет постоянно, ты вроде к одной только добежишь там по всем этим лестницам, он уже к другой летит. Но в итоге выяснилось, что можно, в принципе, наобум, грубо говоря, прыгать, главное сделать весь этот прием. В общем-то, хрен с ним, ты магнито вырубаешь, и отправляешься уже на какое-то здание где-то в центре города, куда должна прилететь Джин Грей и привезти тебе противоядие. Тебя еще подвозит какая-то девица, которая вроде как охранница тюрьмы, из которой ты только что выпустил всех вот этих бандитов. Ну, то есть, по твоей вине всех их выпустили. Она соглашается тебя подвезти, потому что вот ты магнито только что обезвредил, и вроде как ты хороший. Вы летите на эту вышку, а там тебя уже ждет Леди Дэс Страйк, с которой тебе предстоит драться. И это уровень на время у тебя включается таймер, у тебя есть 10 минут, чтобы с ней разобраться. Битва с ней происходит в несколько этапов. Сначала это просто мочилово, потом тебе нужно разбить какие-то маленькие генераторы, чтобы обесточить забор, потом какие-то Тесла-вышки, которые бьют током эту Леди Дэс Страйк, если ты вовремя по ним ударишь. И потом финальный замес уже на вертолетной площадке, на которой я не сразу понял, что Леди Дэс Страйк надо столкнуть с крыши, поэтому я просто ее пытался завалить, а она постоянно блокирует. Но в итоге ты ее сталкиваешь, она что-то там говорит, пафосная, падает с этой вертолетной площадки, прилетает Джин Грей, секс-бомба, ее прям передули, перекачали, просто как силиконовую куклу, но она дает тебе противоядие, ты его выпиваешь, и в принципе на этом как бы все. Саблезубый забирает труп Леди Дэс Страйк, ну или не труп, она, наверное, она тоже там регенерируется, и камера отдаляется, все это вроде как на мониторе, и там мы видим злыдня, по-моему, а рядом с ним стоит апокалипсис, и они говорят, что вот там Росомаха, это тот мутант, который им нужен, и это типа задел на продолжение. Но давайте забудем о нем, перейдем к вердикту, закончим и забудем. Начну, наверное, я, потому что Макс, во-первых, последние несколько минут слишком много болтал, во-вторых, в кулуарах мы выяснили, что он даже получил удовольствие после того, как включил читы. Я же готов стоять и утверждать, что эта игра даже хуже, чем Enter the Matrix, хотя бы тем, что она заставила нас включить читы, причем она заставила нас включить в определенном месте синхронно, показывая тем самым, что это действительно место, где вот происходит перелом игрока. Его просто вот ломают. Даже когда ты включаешь читы, мне не показалось, что боевка стала интереснее. Мне не понравилось, как я продолжаю по блокам противников постоянно лупасить, как долго их необходимо убивать, даже если ты камбухи используешь. В какой-то момент вот в этой тюрьме я просто пробегал всех. Мне было настолько неохота вот в эту вот драку вступать, что я решил спидрайнить. И мне кажется, что вот факт включения читов, факт того, что тебе хочется уже поскорее закончить, как минимум доказывать, что эта игра не может быть лучше, чем Enter the Matrix, а возможно она даже и хуже. Я бы не был настолько категоричен, либо просто к Enter the Matrix я как-то сильно предвзят, либо к этой игре я сильно предвзят, потому что в детстве в ней я играл, но когда я включил читы, я почувствовал себя росомахой. Я действительно достал когти и пошел всех месить. Я перестал париться по поводу стелса, по поводу переигрывания уровней, только если там не какие-нибудь казусные моменты, которые в любом случае тебя заставляют переигрывать, но я таких что-то сильно не припомню. И игра проходится уже нормально. Сюжет здесь конечно хреновенький, он вообще ни о чем, но персонажи есть, озвучены классно, профессора например озвучивает Патрик Стюарт, дух комиксов тоже присутствует и росомахой почувствовать себя можно. Не знаю, я себя росомахой не почувствовал даже со включенными читами, поэтому рекомендовать никому не могу. Лучше сходите в кино. Хотя непонятно какими там выдались люди икс апокалипсис, но они точно будут лучше, чем эта игра. А на этом на сегодня все. Напоминаем вам, что теперь разбор полетов выходит один раз в месяц 20 числа и мы продолжаем принимать ваши заявки на игру для следующего разбора. Пишите это в комментариях под данным видео на сайте stopgame.ru Пишите свое мнение относительно данной игры, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь и... До новых встреч, народ! Увидимся через месяц! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok